...программного обновления, программного обеспечения и всех выходящих обновлений. И Федеральная служба по техническому экспортному контролю, как уполномоченный государственный орган, который по результатам сертификационных испытаний принимает решение, проводит сертификацию по программному обеспечению и выходящих обновлений. В настоящее время сертифицированы операционные системы Windows XP. Microsoft Office, выпуск 2003, русская версия. Система управления базами данных Microsoft SQL Server 2000, стандарт Enterprise Edition, и Microsoft SQL Server 2005, буквально в марте месяце получили сертификаты, также сертифицированы. Каждый, да, и вот буквально 15 мая, уже Владимир Мамакин об этом сказал, мы получили сертификат на межсетевой экран и со сервера 2003, который сертифицирован по третьему классу защищенности с учетом дополнительных требований, которые у нас в приложении, учтены без учета дополнительных требований, он проходит по четвертому классу защищенности. Каждый сертифицированный программный продукт имеет оценочный уровень дарения ОВД-1 усиленный, и выданные сертификаты подтверждают, что сертифицированные программные продукты могут использоваться для создания автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно. То есть практически потребности для создания автоматизированных систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию, мы закрываем линейку программных продуктов. Сама сертифицированная платформа Microsoft, можно сказать, уже это целая платформа, включает в себя как операционные системы для рабочей станции Windows XP, также серверные приложения операционных систем Windows 2003, систему управления базами данных в двух выпусках 2000 и 2003, офисный комплект и СССР. То есть фактически вся линейка завершена, и органы госвласти, любые организации и предприятия, обрабатывающие информацию ограниченного доступа, могут в комплексе все свои проблемы решить. Использование вот этой платформы, в отличие от использования вариантов дополнительных наложенных средств защиты от нестационированного доступа позволяет получить ряд преимуществ. Это вливается в повышение скорости и устойчивости обработки информации, снижение стоимости защищенного автоматизированного рабочего места, снижение требований к объему знаний администратора безопасности, причем без потери уровня защищенности. Задействуется максимально эффективно механизм настройки параметра безопасности самой операционной системы или других программных продуктов, которые мы используем. И при этом важно, что возможно периодическое обновление операционной системы вместе с дополнительными опциями безопасности. То есть процесс сертификации непрерывный, и вы можете всегда поддерживать сертифицированное состояние с учетом даже выходящих обновлений. Чем отличается вот этот подход к сертификации от традиционных других подходов? Тем, что сертифицируются не какие-то партии, либо как гостандарт сертифицирует вид, тип, допустим, принтера или еще чего-то. Здесь сертифицируется само производство в его непрерывном процессе. Центр безопасности информации, как испытательная лаборатория, исследует все выходящие обновления и новые релизы на предметы в соответствии с требованиями безопасности. СТЭК по результатам испытаний проводит сертификацию и дает положительное или отрицательное заключение на использование этих обновлений. Предприятие по поставкам учителяет выпуск физических носителей, проверяя параметры сертифицированного носителя на соответствие и талонным сертифицированным образцам, которые мы получаем от испытательной лаборатории. На каждый проверяемый образец лицензионного программного продукта выдается заключение, и он маркируется голографической меткой соответствия СТЭК. Как выглядят образцы программных продуктов? Передено на слайде. Здесь применительно для ОМС-версий офисного комплекта, Microsoft Office, и для операционной системы Windows XP. Что с собой включать? Лицензионный носитель физический, метка, голографический знак соответствия СТЭК, он наклеивается на лицензию, и поэтому постоянно вместе находятся, допустим, с рабочей станцией или с компьютером, на который клеится эта лицензия. Индивидуальный штрих-код, который его дает испытательная лаборатория, наклеивается на предмет его невозможности вскрытия до получения конечным потребителем. Образец заключения представлен тоже на слайде. Все вот эти номера и метки идентификационные, они указаны применительно к каждому физическому носителю в отдельной строке на данном заключении. Заключение может идти либо на партию целиком, но там перечисляются все физические носители с номерами, либо отдельно на каждый носитель. Я уже говорил о том, что существуют режимы получения обновлений, существует их два в основном режима. Ссылка на CD-дисках по запросу для минимального варианта поставки для бюджетных организаций, и по онлайн-режим через защищенный раздел сайта нашего партнера компании «Отэкстрой-2002» с импроверкой. Система менеджмента качества производства сертифицирована по ГОСТу ISO 9001-2001, и даже сертифицирована по ГОСТу для силовиков ГОСТа РВ 15.02-2003. Работа по сертификации в дальнейшем продолжается. Вот здесь у нас даже написано, что ISO-сервер 2006, но 15 мая он уже сертифицирован, здесь отметка уже есть. И сейчас продолжается работа по сертификации ГОСТа, три ее основных варианта поставки будут тоже сертифицированы. Мы ожидаем, в зависимости от результата сертификации, ориентировочно на третий квартал этого года, если быть более оптимистичным в оценках. Чтобы защитить свои ресурсы информационные, необходимо использовать сертифицированные программы средства, которые являются одним из составляющих работы по технической защите конфиденциальной информации. Для работы и для получения информации по сертифицированным программным продуктам нами был организован и подготовлен отдельный интернет-ресурс. Специализированный сайт по сертифицированному программному обеспечению у нас здесь указано на данном сайте, сертиф-секьюрити.ру. Более подробно останавливаться на всех моментах, связанных с сертификацией и технологиями, я не буду. Если есть желающие, пожалуйста, подойдите на наш стенд, вот здесь вот на выставке, вы можете взять буклеты, где вся информация, которую я говорил, она более подробно отражена, и как вещественный носитель вы можете забрать ее с собой и дальше посмотреть, почитать и использовать в работе. Спасибо, собственность, для государства Единственницы. И в первую очередь рассказать, конечно, о тех результатах, которые мы получили по сертификации платформ и средств обеспечения безопасности, связанных, с одной стороны, с жизненным циклом, в котором они участвуют, с другой, с принятыми правилами, в том числе установленными в законах. В первую очередь это, конечно, касается персональных данных. Ну, а примерный жизненный цикл объекта интеллектуальной собственности. Снабжение, создание снабжения защитным атрибутом, возможно, изменение формы, отчуждение, то есть продажение, обмен и выведение из действия. Защитный атрибут объекта интеллектуальной собственности должен характеризоваться следующими признаками. Это неотъемлемость, в первую очередь, то есть свойство быть однозначно и всегда связанным с содержанием формы и свойствами объекта. Дальше непрерывность. Это свойство сохранять защитные атрибуты на всех этапах своего жизненного цикла. Защитный атрибут должен быть прозрачным и доказываемым. Прозрачность означает возможность адекватно интерпретировать защитный атрибут любым заинтересованным этим субъектом. Это достаточно важное свойство. То есть потенциально любой собственник или, как мы говорим, конечный пользователь должен иметь возможность проверять все те свойства объекта, которые он получил в постоянной лево-временингации платформ наиболее широко используемых. Это XP, сейчас сервис ПАК-2, сервис ПАК-2, сервис ПАК-1. И создано два дополнения, это SecurePakRus и SecurePakRus в сервер. В соответствии с комплексом, который включает операционную платформу, специализированный пакет обновлений средства криптографической защиты информации, было получено заключение и сертификат ФСБ Российской Федерации. Мы проводим как глубокие исследования исходных кодов для обеспечения свойств корректности и доверительности, так и расширяем номенклатуру исследуемых платформ и продуктов. Вот такой вот цель мы... Продолжение следует...